Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы снова вернемся к теме видеонаблюдения и производителю камер Reolink. Это моя пятая модель камеры от них, называется она E1 Pro и она предназначена для использования внутри помещений. Ну, давайте обо всем по порядку. Модель Reolink E1 Pro, разрешение 4 Мп, поворот 355 градусов по горизонтали, 55 градусов по вертикали. Угол обзора 75 градусов, ночная подсветка до 12 метров, сеть Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, двусторонняя аудиосвязь, записи, тревога по движению, многопользовательский доступ. Поставляется камера в картонной упаковке черного цвета, на фронтальной части логотип производителя, фото и модель камер. Сзади указаны основные параметры и возможности, про которые я уже только что сказал. Внутри основной коробки находятся еще две, побольше с камерой и поменьше с блоком питания и аксессуарами. Вот так выглядит полный комплект поставки. Камера, блок питания, панель для крепления на стену с крепежом и пакет с документацией. Блок питания мне достался со сменной вилкой, европейская в комплекте. Он рассчитан на работу в сетях от 100 до 240 Вольт, выдает напряжение 5 Вольт, мощность до 5 Ватт. К минусам можно отнести нестандартный разъем питания, при таком напряжении логично было бы использовать microUSB или USB Type-C. Съемная пластиковая панель предназначена для установки на стене или потолке при помощи комплектного крепежа. Камера в свою очередь устанавливается на нее. Инструкция на пяти языках, самый понятный мне английский. Наклейка предупреждения о видеосъемке и шаблон для разметки отверстий на стене. Камера состоит из двух частей, плоской неподвижной платформы и шарообразной поворотной головы. Внутри нее находится подвижный по вертикали объектив. Над объективом находится датчик освещенности, под ним микрофон, по бокам 8 инфракрасных светодиодов. Сзади поворотной головки находится динамик, для него в корпусе предусмотрена перфорация. В нижней части корпуса замок, который позволяет устанавливать камеру на съемную панель. Камера весьма похожа на IP-камеры Xiaomi. Вот так она выглядит в сравнении с классическим грибком Midsia. Даже разъем для карты памяти microSD находится там, где у Midsia. Рядом с ним кнопка Reset, ее можно нажимать и без скрепки. У меня нашлась свободная карта памяти на 64 ГБ, это максимальный объем, который предусмотрен производителем. Она отлично определилась камерой. При включении камеры происходит калибровка двигателей по горизонтали и вертикали, после чего камера восстанавливает свое положение. Для работы с камерой используется приложение ReaLink, которое ставится из Play Market. Оно обеспечивает доступ через облако из любой точки мира. Нажимаем на кнопку добавить устройство, сканируем с нижней части камеры QR-коды, нажимаем кнопку Wi-Fi не настроен. При подаче питания ненастроенная камера на английском повторяет фразу о готовности к подключению, если этого нет, зажимаем кнопку Reset. Вводим название и пароль своей сети, после чего на экране телефона появляется QR-код, который нужно показать камере. Далее камера соединяется с сетью, инициализируется и можно приступить к настройке. В окне логин и пароль нужно ввести только пароль, но два раза. Потом дать имя камере, после чего настройка будет завершена. Окно камеры появляется в списке камер ReaLink, нажав на него мы попадаем в плагин камеры. В верхней части находится окно онлайн доступа, тут же все органы управления. Первая кнопка под окном пауза, для остановки живого стрима. Далее кнопка, которая включает передачу аудио, снимок, который сохраняется локально на телефон, запуск съемки видео с камеры, которая тоже будет храниться на телефоне. Далее идет кнопка выбора желаемого качества видеопотока и раскрытия окна просмотра во весь экран. В нижней части экрана находится еще один ряд кнопок, первая включает режим двухсторонней аудиосвязи. Кнопка клип это что-то вроде увеличительного стекла. Передвигая область по изображению внизу, получаем его в увеличенном виде вверху. ПТЗ открывает окно управления поворотной головой с возможностью сохранять точки положения. Вкладка просмотра записи показывает сохраненные видео на таймлайне и в виде отдельных блоков. Камера быстро откликается на команду управления поворотом головы. Удаленное управление зависит от качества интернет-канала, но тоже работает довольно быстро. Перейдем к меню настроек. Первая опция тут изображение. Здесь производятся все настройки связанные с картинкой с камеры. Вариант переворота изображения тут только один, вертикальный. Тут же настраивается положение названия камеры даты и времени в кадре. При желании можно включить или отключить водяной знак с названием бренда. Опция приватности позволяет затемнить от 1 до 4 прямоугольных областей. Их не будет видно ни в кадре, ни соответственно на записи. В зависимости от условий съемки и желаемого результата, тут есть 6 опций настройки изображения. Антиблик, который поможет избежать мерцания от ламп дневного света. Настройки экспозиции и баланса белого. Режим ночной или дневной съемки. Режим подсветка, это программное осветление темных частей изображения. И режим цифрового шумоподавления. Подробно рассматривать каждую из этих опций я не буду, это сильно перегрузит обзор. Оптимальная комбинация все равно подбирается индивидуально. Камера имеет два видеопотока, основной и превью. Максимум это 2560х1440 при 20 кадрах в секунду с битрейтом до 4 Мбит. Превью имеет одно фиксированное разрешение, до 15 кадров в секунду и битрейт до 512 кбит в секунду. Перейдем к следующему меню, записи. Оно активируется при наличии карты памяти в устройстве. Тут имеется удобная функция предзаписи на примере 15 секунд. Камера постоянно держит в каше часть видеопотока, что позволяет записать на карту ролик, начинающийся до обнаружения движения. Можно настроить расписание работы функции записи. Тревожный звук, который аналогичный режиму записи, можно включать постоянно или по расписанию. Включает сигнализацию при обнаружении движения в кадре. Можно использовать штатный звук или записать свои 5 секунд. Работа штатной сигнализации камеры. Камера умеет отправлять сообщения на почту при обнаружении движения. Для этого нужно активировать опцию и настроить почтовый ящик для отправления и получения. Указываем имя, от которого будут отправляться письма и почтовый ящик для отправления. В моем случае используется сервер Gmail. Настройки уже заведены, ничего менять не надо. Указываем от 1 до 3 адресов получения. Причем можно использовать тот же самый адрес, что и для отправления. Выбираем, что отправлять. Письмо без вложений, с видео, фото или текстом. А также минимальный интервал для отправки писем. Проверяем корректность настроек, отправив текстовое сообщение. Убеждаемся, что все работает правильно. Теперь при обнаружении движения камера будет слать письма в моем примере с фотографией. Фото шлется с разрешением основного потока. Для Gmail, чтобы можно было отправлять таким образом письма, нужно в настройках почты разрешить доступ для небезопасных приложений. Далее в меню имеется расписание работы пуш-уведомлений, которое приходит в приложение Reolink, управление работой диода активности и инфракрасных диодов подсветки. Далее в меню идут опция поделиться доступом к камере для другого аккаунта при помощи QR-кода. Аналогично добавлению, только нужно выбирать раздел Wi-Fi уже настроен. Можно переключиться на другую Wi-Fi сеть, как 2.4, так и 5 ГГц. И последняя вкладка дополнительные настройки. Тут можно сбросить или перезагрузить камеру. В разделе пользователей можно добавить учетные записи, как обычные, так и администраторские. Далее идет настройка времени и SD-карты, в моем случае объемом 64 ГБ. По заявлению производителя 64 ГБ хватит на 145 часов записи. На уровне самого приложения можно создать сценарии, которые могут управлять всеми камерами. Например, по одному клику включить или выключить режим тревоги, отправки уведомлений. Тут есть единый альбом для просмотра фото и видео, снятых в ручном режиме на любой из камер. Фирменное облако ReaLink, которое на момент обзора поддерживало 2 из моих 5 камер, позволяет подключить их в Google Home, но пока не во всех странах. В режиме горизонтального просмотра на весь экран при просмотре одной камеры остаются все функции управления, те же, что и в вертикальном режиме. Есть режим просмотра 4 камер в одном окне, но тут можно только смотреть без управления. Если камер более 4, как у меня, то появится режим 9 камер в одном окне. В таком режиме экран смартфона, конечно, уже маловат, но приложение можно установить и на планшет, и на Android Box с выводом на телевизор. Для Windows тоже имеется программа, которая подключается к камерам локально по внутренней сети, что положительно сказывается на скорости работы. Основные элементы управления и настройки тут аналогичны приложению, только удобнее заводить данные. Из уникального это возможность настроить статический IP-адрес, это облегчит проброс камеры в сторонние системы, например, тот же Home Assistant, и увидеть порты для их подключения. Здесь также имеется возможность настройки одновременного вывода потока с нескольких камер, при этом вариантов расположения тут, конечно, больше, чем в приложении. В меню воспроизведения можно выбрать нужную камеру и временной интервал, чтобы скачать запись на компьютер. В Home Assistant каждую из камер Reolink я прописываю дважды, для основного и дополнительного потока. Ссылки взяты с сайта Reolink, я оставлю их в описании под видео. Вот так это выглядит в интерфейсе, можно увидеть разницу в качестве основного и дополнительного потока. В интерфейс я вывожу как раз дополнительный превью поток, который быстрее и меньше грузит систему. Вот фактически размер окна этого потока. А это размер основного потока. Этот тяжелый поток я использую только для получения фотографий и видеороликов, которые при необходимости можно слать на почту или в Telegram. Перед примерами съемки должен отметить, что инфракрасные диоды тут довольно яркие и заметные даже при свете фото вспышки. А в темноте они бросаются в глаза еще сильнее. А теперь давайте перейдем к примерам съемки с камеры при различных условиях освещения. Проверка записи звука камеры Reolink E1 Pro. Проверка записи звука камеры. Тест качества запяти звука камеры Reolink E1 Pro. Постепенно в моей системе умного дома камеры Reolink почти полностью вытеснили камеры от Xiaomi. Именно благодаря своей универсальности, качеству и цене. Ведь их приложение тоже позволяет доступ с любой точки мира, как к камерам, так и к их записям. При этом работает обычно быстрее, чем Mi Home, а также без каких-либо изменений позволяет интегрировать эти камеры в Home Assistant. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok